Мы с вами говорили об извлечении преуспевания, то есть о его проявлении. И вот что мы знаем. Мы знаем, что благодаря крови Иисуса и тому, что Иисус сделал для нас, у нас есть эта чудесная возможность рождения свыше. Послание к Ефесинам 2.8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Но что-то очень чудесное случилось в тот день, когда мы родились свыше. В день, когда мы родились свыше, Иисус удалил ветхого человека и дал нам новое творение. И когда Он дал нам новое творение, Он дал нам его полностью оснащенным всем, что Он совершил, пролив свою кровь. Итак, то, что у нас есть сейчас, человек есть дух, он обладает душой, живет он в теле. Реальный вы — это духовное существо. Вы не тело. Вы — дух. Вы обладаете душой и живете в физическом теле. Когда Господь сотворил вас, пересоздал вас и сделал вас этим новым творением, слава Богу, Он вложил в вас все, что когда-либо понадобится вам для жизни и благочестия. В первом послании к Ефесинам ясно говорится, что вы были благословлены всеми духовными благословениями в небесах во Христе Иисусе. И Библия говорит, «Христос в вас — упование славы». Таким образом, всякое духовное благословение уже в вас. Я использовал такую иллюстрацию. Это все равно, что опираться на колодец с водой. Кто-то опирается на этот колодец и при этом жалуется на жажду. Или, опираясь на колодец с водой, он умирает от жажды. Но обеспечение уже есть. Подобным образом, послушайте, «Все, что когда-либо понадобится вам, уже было вложено в вас». Многие верующие, придя на небеса, будут шокированы, когда узнают, что они были носителями многого из того, о чем они молились. Много из того, о чем вы молились Богу, у вас уже было. «О, да! Да! Я говорю, ваше освобождение уже в вас. Вы носитель своего исцеления. Оно уже в вас. Ваше преуспевание уже в вас». Все это – часть завершенных дел Иисуса Христа. И через эту великую благодать, незаслуженное благоволение, через эту глубокую любовь, вот что сделал Господь. Он высвободил через эту благодать силу получить великое спасение. Получить не только рождение свыше, но также сохранение, здоровье, исцеление, преуспевание, освобождение. Все, что было совершено пролитием крови Иисуса. Так что в день, когда вы родились свыше и сказали, «Да, Господь, войди в мою жизнь». Он пришел, пересоздал вас, вложил вас в нового человека, оснащенного всем, что вам когда-либо понадобится. Вы имеете благословения. Вы обладаете ими. И мы говорили о том, насколько важно изменить время. Вы получаете исцеление не в тот день, когда узнаете, что больны. Друг мой, вы были исцелены 2000 лет назад. Это уже сделано. Вы стали преуспевать не в тот день, когда обнаружили, что у вас нет денег. Ваше преуспевание было обеспечено 2000 лет назад, когда Иисус умер на кресте. Ваше освобождение было обеспечено 2000 лет назад. Все, что вы стараетесь получить, уже обеспечено. Ваше освобождение, ваше исцеление, ваше преуспевание, ваше здоровье, ваше сохранение. Все это уже обеспечено и вложено в вас. Итак, треть вашего существа уже совершенна. Значит, вам надо изменить время. Вам надо обновить свой ум от «я использую свою веру, чтобы попытаться убедить Бога сделать что-то» к другому. «Я использую свою веру, чтобы получить то, что Бог уже сделал». Все уже сделано. Скажите, «Все уже сделано». Скажите, преуспевание уже обеспечено. Исцеление уже обеспечено. Освобождение уже обеспечено. Потому Иисус и сказал, «Совершилось». Совершилось, все уже сделано. Раз все уже сделано, то надо изменить время. Надо изменить время. Все уже сделано. Мне не надо поститься, чтобы попытаться убедить Бога сделать что-то. Мне не надо использовать свою веру, чтобы попытаться убедить Бога сделать что-то. Мне не надо делать исповедание, чтобы попытаться убедить Бога сделать что-то. Но я делаю исповедание, потому что Бог уже все сделал. Я использую свою веру, потому что Бог уже все сделал. Мне необходимо, чтобы проявилось то, что уже сделано. Вы не сможете сделать так, чтобы проявилось то, что еще не было сотворено. Если я скажу вам, сделайте так, чтобы проявилась ваша машина, прежде чем вы покажете машину, она должна уже существовать. Мы говорим о том, как сделать, чтобы проявилось то, что Бог уже создал. Недостаточно для меня как христианина ходить и говорить, что Бог уже все сделал, при том, что я не знаю, как это получить. Я не знаю, что сделать, чтобы это проявилось. Я не знаю, что сделать. Мы использовали другой термин — извлечь это. Если вклад был сделан, если все уже сделано, то, слава Богу, нам как христианам надо знать номер счета, чтобы благословения проявились. Аминь. Кто из вас знает, что настало время, чтобы ваше исцеление проявилось? Кто из вас знает, что настало время, чтобы ваше освобождение проявилось? И послушайте, кто из вас знает, что настало время, чтобы ваши деньги проявились? О, вот так дела! Но если все уже было вложено в вас, если все уже было сделано, тогда преуспевание — такая же часть завершенных дел Иисуса, как и исцеление. Ваше освобождение от зависимости Такая же часть завершенных дел Иисуса Христа Как и спасение, как и ваше рождение свыше Но вот некоторые из христиан удовлетворились одним только знанием о том, что все уже сделано Однако они не знают, как это проявить В прошлый раз мы сказали о том, что в послании Криминам 12.2 говорится о преображении обновлением своего ума Значит, если мы хотим увидеть какие-то изменения в своей жизни относительно преуспевания То все должно начаться здесь, в уме, правильно? Вам надо изменить свое мышление, если вы хотите изменить свою жизнь Библия говорит, ваша традиция сделала Слово Божье недейственным Если вы увязли в старом, традиционном мышлении Если вы не открыты к тому, чтобы увидеть, что говорит Слово Тогда ваша традиция сделала Слово Божье недейственным для вас Однако в послании Криминам 12.2 сказано «И не сообразуйтесь с веком с ним» Не приспосабливайтесь, не адаптируйтесь к этому миру Но преобразуйтесь, как? Обновлением ума вашего В расширенном переводе Изменяйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать, доказывать, что есть воля Божья Благая, угодная и совершенная Итак, мы берем свое мышление Мы согласуем его со Словом Божьим Если же оно не согласно с ним То мы не пытаемся изменить Слово Божье Мы позволяем Слову изменить наше мышление Библия говорит, что когда вы позволяете Слову изменять ваше мышление Происходит вот что Вы становитесь свидетельством благой, угодной и совершенной воли Божьей В том, что касается преуспевания Вы можете слушать то, что говорят люди Или слушать то, что говорит Слово Во втором стихе третьего послания Иоанна говорится Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал Во всем, как преуспевает душа твоя Как преуспевает душа твоя Если преуспевание не воля Божья То что эти слова делают в Библии? Мне что, вырвать эту страницу из Библии И выбросить из-за того, что кто-то не согласен с Евангелием преуспевания? Вообще-то никакого Евангелия преуспевания не существует Есть только одно Евангелие Евангелие благодати Всякое благо исходит от Божьей любви Божьей благодати, которую Он проявил к нам Аминь Если мы хотим обновлять свой ум, то должны делать это Словом Божьим И в третьем послании Иоанна ясно сказано Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя Конечно, преуспевание — это не только деньги Преуспевание — это значит быть успешным во всех областях жизни В том числе и в том, что касается денег Преуспевание охватывает не только деньги, но и все области жизни Но сегодня мы говорим конкретно о деньгах Почему? Потому что последние 3-4 года я говорю обо всем остальном А вам-то нужны деньги Послушайте, если бы все в церкви были больны, я бы говорил об исцелении Если бы все в церкви страдали от зависимости, я бы говорил об освобождении Я не говорю, что все в церкви безденежные, но деньги вам нужны Вам необходимо знать, как применять свою власть, рожденного свыше христианина И делать извлечение того, что уже было сделано Мой друг Иисус сделал для вас все Он исцелил, освободил вас, дал вам рождение свыше Но также Он печется о том, чтобы вы, дети Его, не прожили всю оставшуюся жизнь в нехватке Он не хочет, чтобы вы жили в грязи, нищете и унынии И я хочу, чтобы вы знали, возможность уже обеспечена кровью Иисуса Христа И вы должны помогать мне сегодня Я полон решимости Ни одного дня в своей жизни вы не будете банкротом Повернитесь к соседям и скажите Я ни одного дня в своей жизни не буду банкротом Кто из вас верит в это? Но основа всего — это то, как вы верите Правильная вера соответствует правильной жизни Суть христианства не в правильных поступках, а в правильной вере Когда же вы правильно верите, вы и поступаете правильно Вы слушаете меня? Но пока вы слушаете высокоумные рассуждения Пока вы слушаете религиозных людей Никакого преуспевания Бог для вас не хочет Он хочет, чтобы вы были бедными Должны ли мы быть жадными? Нет, обеспечение Божьей недоступно для эгоистичных, жадных людей Которые хотят тратить его лишь на собственные похоти Помните, все, что Бог обеспечил для нас 2000 лет назад Он говорит, все, что я дал вам Я дал вам для жизни и благочестия Для жизни и благочестия Помните, вера будет действовать только для реализации завершенных дел Иисуса И всего того, что в плане искупления Иисус пролил кровь не для того, чтобы вы удовлетворяли свою алчность Он пролил свою кровь, чтобы вы были благословлены Были благословением Пока все семьи земли не будут благословлены Аминь? Кто из вас хочет быть благословением? Аминь? Мне позвонили от Елена насчет семьи, которой семеро детей лишились матери Я сказал Джереми Позвони и узнай, что мы можем сделать Так потрясающе быть благословенным, чтобы быть благословением Вам понятно? А знаете, что значит слово благословение? Оно означает Быть каналом, через который Бог изливает свое благоволение в вашу жизнь Чтобы вы помогали другим, предотвращая несчастье в их жизни Это потрясающе Потрясающе Поэтому не думайте только о себе Не думайте так Я хочу обеспечения только для себя, для моей жены, для моих детей и для моего пса Ральфа Этого и достаточно Нет Господь, я хочу более чем достаточно Чтобы мне не только восполнить свои нужды Но также, чтобы осталось помочь людям, нуждающимся в помощи Будучи нищим и безденежным, вы этого не сделаете Хорошо, скажите Я был благословлен Всяким духовным благословением В небесах Во Христе Иисусе Мы остановились на послании Якова Я быстро скажу вам, как я верю Верите ли вы, что все необходимое для жизни благочестия Было уже сделано и вложено в ваш дух Значит, вы верите, что в вас уже есть всякое обеспечение, правильно? Вопрос в том, как мне это проявить Как мне извлечь благословение Если я хочу пить и опираюсь на колодец с водой Вопрос в том, как мне извлечь воду из колодца, чтобы утолить жажду Как мне извлечь исцеление Как мне извлечь освобождение Сегодня вопрос Как нам извлечь преуспевание, чтобы быть настолько благословенными Чтобы помогать нуждающимся Я вам скажу и докажу в оставшееся время Нам надо научиться сотрудничать с тем, во что по нашим словам мы верим Требуется соответствующее действие или сотрудничество Вопрос в том, как мы сотрудничаем Как соответствуем тому, что уже было сделано Я приведу буквальную аналогию о том, как производить это извлечение Вернемся ко второй главе послания Якова И будем говорить о том, как делать это извлечение В прошлый раз я заложил основания, а сегодня поговорим о том, как делать извлечение Что для этого требуется Конечно, как вы знаете Ну ладно, давайте начнем Послание к Римлянам Извините, послание Якова Вторая глава Важно вот что Послание к Ефесянам 2.8 сказано Что мы спасены благодатью через веру Благодатью через веру Вчера я закончил вот чем Мы были спасены спасением, которое обеспечило благодать Но получили мы его через веру Итак, благодать обеспечила спасение, которым мы были спасены но получили мы его через веру. Благодать также обеспечила освобождение, но проявляем мы его через веру. Я скажу так, благодать обеспечила спасение, которое было проявлено через веру. Благодать обеспечила исцеление, которое проявлено через веру. Благодать уже обеспечила преуспевание, которое может быть проявлено только через веру. Благодать уже обеспечила освобождение, который может проявиться только через веру. Итак, что мы знаем? Мы знаем, все, что обеспечило благодать, может быть проявлено только через то? Пусть вера будет дверью, через которую невидимое придет или пройдет в сферу проявления. Таким образом, невидимое должно пройти через дверь веры, чтобы в конечном итоге проявиться в этом физическом мире. Значит, есть дверь, которая отделяет духовный невидимый мир от этого физического, видимого мира, места проявления. Мы хотим, чтобы то, что в невидимом мире проявилось или появилось в этом видимом мире. Я говорю вам, ничто не появляется в этом видимом мире, не пройдя через дверь веры. Через веру я спасен. Через веру спасение уже стало доступным через благодать. Спасение пришло через дверь веры и проявило себя в моей жизни. Преуспевание уже приготовлено, но оно должно пройти через дверь веры, чтобы проявить себя в моей жизни. То же самое и с избавлением. Вот что мы знаем. Все, что проявится в этом физическом мире, должно пройти через дверь веры. Аминь? Это мы знаем. Я верю в то, что наша вера требует двух вещей. Сотрудничество и соответствие. Конечно, вы должны знать, что благодать сделал доступным для вас. Но после того, как вы узнали, что благодать сделал доступным для вас, для того, чтобы это проявилось, вам надо иметь понимание о сотрудничестве и соответствии. Определения я уже давал, но хорошо повторить их. Сотрудничество значит работать в согласии. Когда вы с чем-то сотрудничаете, вы работаете в согласии. Вы верите в то, что это уже сделано. Значит, вы должны действовать в согласии с тем, во что, по вашим словам, вы верите. Если вы верите в то, что преуспевание – часть завершенного дела Иисуса, вы на этой физической стороне должны действовать в согласии с тем, чего вы не видите. С тем, что находится на духовной стороне. Сотрудничать значит работать в согласии. Это значит совместно трудиться. Совместно трудиться. Со всем, что было сделано здесь, мы должны сотрудничать. Работать в согласии здесь. Итак, первое — сотрудничество. Второе, чем должна обладать наша вера. Благодать уже обеспечила все. Но вот второе, что мы должны иметь — соответствие. Мы должны научиться соответствовать. Всегда возникает вопрос, что мне делать? Мы сейчас говорим не о собственных усилиях, не о собственных делах, не о том, чтобы добиться чего-то своими силами. Но мы знаем, что все уже сделано. И теперь надо научиться соответствовать. Соответствовать — это значит близко подходить по качеству или соглашаться почти в точности. Близко подходить по качеству. Я верю, что преуспевание уже обеспечено. Поэтому на этой стороне, хотя преуспевание еще не проявилось, мои действия должны близко подходить по качеству тому, что, как я верю, уже было сделано. Здесь у меня должен быть эквивалент того, что, как я верю, есть вот здесь. Здесь эквивалент того, что, как я верю, есть вот здесь. Я точно показываю вам, как это делать. Я могу об этом учить, потому что сам уже 32 года практикую. Я показываю вам, в чем вам надо быть постоянными. И вы уже видели примеры в своей жизни. Сколько раз вы верили, что нечто уже сделано, однако сотрудничества с вашей стороны на этой физической стороне не было. Я пришел к выводу, раз наша вера включает в себя сотрудничество с тем, что благодать сделала для нас доступным, значит, то, что я делаю, что я говорю, как я себя веду, должно сотрудничать и соответствовать тому, что вложено в меня. То, что я делаю, что я говорю, как я себя веду с этой стороны двери, должно соответствовать и сотрудничать с тем, что благодать уже обеспечила во мне. Слава Богу! Слава Богу! Я обязательно должен был поделиться этим откровением с вами. О! А большей части из того, что я вам говорю, вы уже слышали или даже знаете это. Но именно благодаря правильной последовательности вы сможете открыть сейф. Я могу дать вам ряд цифр, но если они в неправильной последовательности, сейф вы не откроете. А если в правильной, это верный код, и сейф откроется. Вот поэтому я говорю о правильной последовательности веры с тем, чтобы вы знали, как извлекать благословение, когда вам это нужно, и при этом знали, что вы делаете. Чтобы вы не сомневались, «Боже, правильно ли я молюсь? Произойдет ли это когда-нибудь?» Вам надо верить. Бог никогда не оставит вас без водительства. Аминь. Итак, вот что мы используем как пример. Послание Якова, 2 глава. Мы разберем эту главу. При этом не забывайте все, что вы узнали о благодати, потому что это вам пригодится при разборе этой главы. Послание Якова, 2 глава, 14 стих. «Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела», что польза? Если в вашем доме есть пища, но все, что вы говорите, «грейтесь и питайтесь», тогда нет действия, соответствующего тому, что вы только что сказали. Вы сказали, «грейтесь и питайтесь», но нет соответствия, нет согласия, нет действия, вы не соответствуете, нет согласия с тем, что вы сказали. «Грейтесь и питайтесь», но можете ли вы подкрепить это? Можете ли поступить соответственно, в согласии со своими словами? Не путайте такое действие с собственным усилием, попытки добиться того, что уже сделано. Я так понимаю, что сказавшие «грейтесь и питайтесь» имели ресурсы для того, чтобы вы имели такую возможность. Всем понятно? 17 стих. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но не надо воспринимать эти слова через призму закона. Вы прочли в Писании, «Вера без дел мертва, при этом у вас плохое зрение». Но вы говорите, «Я верю в то, что у меня стопроцентное зрение». Вы решили, что делом веры будет сесть в машину без очков и поехать. Однако такой поступок не соответствует реальности происходящего. Это не соответствует действительности. Сев за руль без очков, вы можете кого-то убить, у вас же плохое зрение. Ваш поступок не будет соответствующим вере. Вы не предпринимаете соответствующего действия в месте, где это становится опасным. Каким будет соответствующее действие для того, кто верит, что у него будет стопроцентное зрение? Вот каким. Отец, я верю, что у меня стопроцентное зрение. Каждый раз надевай очки, я благодарю тебя за то, что я вижу. Однажды вы наденете очки, но вам они уже не будут нужны. Таким является соответствующее действие. Оно не тяжело и не обременительно для вашей веры. Или кто-то скажет, я верю, что я богат. Вы выписываете чек на 2 миллиона долларов и пытаетесь его обналичить. Но это никакое не соответствующее действие. Это противозаконное действие. Вам понятно? Действие должно соответствовать вашей вере. Итак, вера без соответствующего действия или вера без доказательства веры. Вера без доказательства веры. Или вера без сотрудничества. Или вера без соответствия. Я не говорю о создании преуспевания или о делании чего-то с целью создать исцеление. Я говорю о действии, которые соответствуют тому, что, как я верю, уже было сделано. Понятно? А что такое дела Божьи? Это важно. Вы говорите о делах Божьих. И в послании Иакова видите, вера без дел мертва. Так что такое дела Божьи? Евангелие от Иоанна, 6 глава. 6 глава, Евангелие от Иоанна. Нам необходимо ответить на этот вопрос. Что такое дела Божьи? Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28 и 29. Вы там? Скажите аминь. Прочитайте 28 и 29 стихи. Прочтем их вместе. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Итак, что такое дела Божьи? Верить. Верить в Иисуса. Это и есть дела Божьи. Поэтому не путайте дела Божьи с усилиями чего-то добиться. Писание говорит, что дела Божьи – это вера. Это единственная реакция на Новый Завет. Вы верите и благодарите. А что такое дела Божьи? Это важно. Вы говорите о делах Божьих. И в послании Иакова видите, вера без дел мертва. Так что такое дела Божьи? Евангелие от Иоанна, 6 глава. 6 глава Евангелия от Иоанна. Нам необходимо ответить на этот вопрос. Что такое дела Божьи? Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28 и 29. Вы там? Скажите аминь. Прочитайте 28 и 29 стихи. Прочтем их вместе. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Итак, что такое дела Божьи? Верить. Верить в Иисуса. Это и есть дела Божьи. Поэтому не путайте дела Божьи с усилиями чего-то добиться. Писание говорит, что дела Божьи — это вера. Это единственная реакция на Новый Завет. Вы верите и благодарите. Но вот следующий вопрос. Как мне узнать, что я верю правильно? Иначе говоря, «Каковы доказательства того, что я действительно верю?» Вчера я дал вам четыре из них. Каковы доказательства? Вы думали об этом? «Я верю, но действительно ли я верю?» «Я что-то должен чувствовать внутри себя?» «Я верю». «Как же мне узнать?» Четыре доказательства. Первое. Вы узнаете о своей вере, слушая то, что вы говорите. Второе послание Коринфянам 4, 13. «Я веровал и потому говорил». «Слыша вашу речь, я слышу то, во что вы верите. Врачи говорят, что вы больны, но если вы верите, что вы исцелены, все, что мне надо делать, слушать, и я узнаю, во что вы верите на самом деле». Обратите внимание, я веду речь не о говорении правильных вещей, пока вы в церкви. Я хочу увидеть вас, когда вы под давлением. Я хочу видеть вас, когда вы приходите домой, а там уведомления о том, что вас выселяют. То, что вы говорите при давящих обстоятельствах, в это вы и верите. В это время мы и видим, во что вы верите. Приходя в церковь, вы говорите, «Вала Господу, Он восполнит все мои нужды». Но вот вы дома. Да что вообще происходит? Вот тут мы и выяснили, во что вы верите. Итак, во что вы верите определяется по вашим словам. Если вы постоянно говорите в противоположность тому, во что вы верите, значит, вы и не верите. Второе. Второе послание к Коринфянам 4,18. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе. Когда на вас не влияет и когда вас не беспокоит то, что вы видите, тогда вы знаете, что верите. Когда на вас не влияет и когда вас не беспокоит то, что вы видите, тогда вы знаете, что верите. Когда же вы начинаете думать о проблеме больше, чем об обетовании, вы знаете, что вы не верите. Когда вы верите видимому больше, чем невидимому, то есть слову, значит, вы не верите. Эти параметры помогают вам понять, верен вы или нет. Третья область. Третий критерий определения, верен вы или нет. Вы верите своим сердцем. Когда вы верите сердцем против своих чувств. Когда вы верите сердцем против своих чувств. Иначе говоря, вы верите, потому что так сказано в Слове Божьем. Несмотря на то, что вы видите, чувствуете, слышите. Несмотря на то, что говорит вам ваше осязание или обоняние, вы приняли решение, я буду верить Богу, а не своим чувствам. Когда вы верите в своем сердце, это значит, что вы верите против своих чувств, несмотря на них, и это важно. Последнее, как вам узнать, что вы верите, вы не боитесь отдавать. Вы не боитесь отдавать. Во что вы верите, то вы и будете поддерживать. На то вы и будете отдавать. Во что вы верите, то вы и будете поддерживать. На то вы и будете отдавать. В шестой главе послания Галатам Библия говорит, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Если вы верите, что пожнете то, что уже было сделано Иисусом, вы не будете бояться отдавать. Тем не менее, лишь 20% людей в церкви, от 18 до 20%, верят в то, что обеспечение уже дано им Остальные не знают, верят ли они, потому что держатся за деньги Итак, ваши поступки должны соответствовать тому, во что вы верите А вы верите в то, что все уже сделано Я говорю не о собственных усилиях добиться того, что это было сделано Когда вы полагаетесь на свои силы Я говорю о соответствии и сотрудничестве Поскольку вы верите в то, что все уже сделано Давайте приведу вам аналогию с физической сферой для того, чтобы вы лучше поняли, что надо делать Используем пример из банковской системы Пример с деньгами, которые кладут на счет в банки Скажем, у вас есть деньги Вы выбрали банк Открыли счет Сообщили информацию о себе Получили номер счета Оставили образец подписи и так далее И положили деньги в банк Теперь деньги на счете И вот теперь, чтобы взять их из банка Необходимо следующее Первое Вы должны знать и исполнять правила и процедуры банка Для того, чтобы получить свои деньги То есть, вы не можете прийти в банк и просто сказать «Мне нужны мои деньги» Вы должны знать правила и процедуры для того, чтобы снять свои деньги Никто не приходит и не берет свои деньги без всяких правил Кем бы вы ни были, все равно есть процедуры Которым вы должны следовать для того, чтобы получить деньги Второе Номер вашего банковского счета И образец вашей подписи Должен соответствовать данным, хранящимся в банке Ваш номер банковского счета Должен согласовываться, соответствовать данным, хранящимся в банке Третье Нужны действия, операции со вкладом Я предпринимаю определенные действия для того, чтобы получить свои деньги Я должен предоставить информацию для транзакции Будь это расходный ордер Чек или банковская карта Есть информация, которую я представляю Инструменты, которые я использую для снятия денег И все эти инструменты имеют слова Слова и числа Даже если вы ввели цифры, нужное слово Если вы не написали слова, а только цифры Обналичить не получится Мне присылали чеки обратно со словами Мы не можем прочесть слова Я не могу сказать Как написал, так и написал Верьте мне Нет, они должны знать, что я написал Вот это да Для транзакции используются слова Дальше У меня есть свидетельство касательно счета Свидетельство того, что эти деньги существуют на счете Я не прихожу в банк, говоря Помолюсь и надеюсь деньги появятся Нет, у меня есть доказательства К примеру, подтверждающий номер Когда я выезжаю из города Мне не надо всю дорогу нервничать Не знаю, комната в гостинице есть или нет Нет Бывали случаи, когда я приезжал в гостиницу Называл свое имя Они смотрели в компьютере и говорили Извините, но для вас у нас нет комнаты Я говорил Минутку Мне незачем паниковать Почему? Потому что у меня есть номер счета И он доказательство того, что где-то в этой гостинице Комната для Крефла Доллара существует Не знаю, может им кого-то надо выселить или еще что Но этот номер счета гарантирует, что в этой гостинице Комната для Крефла Доллара есть То же самое с вашими счетами Вам не надо, приходя в банк, беспокоиться Деньги на счете или нет У вас есть номер счета И вы знаете, что деньги в этом банке у вас есть Так или иначе, эти деньги мне дадут Поскольку они на счете в этом банке Вам не могут сказать Ваших денег у нас нет, уходите Тем не менее, вы позволяете дьяволу все время делать это Он шепчет вам Нет у тебя ничего Вы в ответ Ну, раз дьявол сказал Значит, так оно и есть Нет Вам надо обращаться с дьяволом Как и с тем работником банка Который скажет вам, что ваших денег у них нет Дьявол говорит Нет для тебя никакого исцеления Что? О чем ты говоришь? Как нет исцеления? Давай назову тебе номер Книга Исаия, 53 глава Ранами его я исцелился Я знаю, что исцеление на моем счете А ну-ка пригласите мне начальника Дьявол, ты же никакой не начальник Не притворяйся тем, кем ты не являешься Вам надо быть настойчивым Я никуда не уйду Что если в банке возникла такая ситуация, что я сделаю? Я скажу Я никуда не уйду, пока не получу свои деньги Мы вызовем полицию Вызывайте кого угодно Вызывайте полицию Я не возражаю Я никуда не уйду У меня есть номер счета И вы знаете, и я Деньги есть И я никуда не уйду, пока не получу их У меня есть квитанция, подтверждающая Что деньги в тот день вы получили У меня есть все доказательства И я никуда не уйду Вот так и у вас есть 66 книг доказательств Не позвольте дьяволу заставить вас Отказаться от того, что принадлежит вам Вы слышите меня? С миром и уверенностью Вы ожидаете проявления того, что уже положено на ваш счет Понятно? Вот так же Скажите Вот так же Говоря с духовной точки зрения Как одно связано с другим Преуспевание уже было вложено в мой дух Оно уже вложено Давайте рассмотрим местописание, чтобы вы поняли Послание к Ефесинам 1 глава Все уже вложено в ваш дух И у вас должна быть уверенность в том, что ваше исцеление Освобождение Преуспевание Сохранение Духовное благословение Они вложено в кого? А куда именно? В душу? Дух или тело? Значит, все духовные благословения соответственно в духовной сфере И соответственно в вашем духе Вам понятно, что я говорю? Послание к Филиппийцам 4.19 Еще раз О да, вы научитесь делать извлечения Вы не будете всю оставшуюся жизнь банкротом Не знающим, как получить то, что Иисус положил на ваш счет Боже мой, послание к Филиппийцам 4 глава Я пророчествую Колесницы Здесь и Господь, я скажу так, как ты сказал мне Деньги будут наименьше из ваших забот Бог поместил вас не для того, чтобы вы каждый день ломали голову Как же нам заплатить за квартиру? Что делать? Все деньги потрачены Что делать? Не на что купить еду Что делать? Ребенку нужна обувь Что делать? Надо платить за электричество Что делать? И за газ тоже Что делать? Телефон отключили А до зарплаты еще далеко Сколько неоплаченных счетов Что же делать? Нет, не такую жизнь Бог предусмотрел для вас по благодати своей У вас нет времени петь эту долгую песню Есть много других дел Вам надо приводить людей к спасению Вам надо проповедовать им о благодати Вам надо возлагать руки на больных Вам надо изгонять бесов Вам надо проповедовать Евангелие по всему миру Но если вы не верите Кто-то должен верить Кто-то должен в это верить Как сказано в Библии Удивительно Возможно в будущем я буду учить на эту тему И это не напрасная трата времени Кому-то надо было услышать это сегодня Помните Библия говорит Что Бог произнес суд на людей И послушайте, что Он сказал Пусть будут не их 120 лет Это был суд Не так, что Бог благословил людей жить 120 лет Бог произнес суд И люди стали жить не более 120 лет Но мы видим Что люди до такого возраста доживают очень редко А почему так происходит? Потому что в долгую жизнь никто не верит Никто не верит Кто-то должен верить Поэтому начиная с этой недели Каждый раз принимая причастие Мы будем благодарить Бога за жизнь Продолжительностью в 120 лет Мы станем верить Богу в этом Мы начнем в это верить Вы не должны умереть раньше времени Оставив меня со всеми этими людьми Мы начали вместе И останемся вместе Пока не закончим работу 120 лет Надо верить в это Не будете верить Тогда и не исполнится Не исполнится Не будете верить в исцеление Не будет у вас исцеления Если вы будете говорить 120 лет Да никто столько не проживет То и не проживете Потому что не верите Но если мы будем верить Так оно и будет И мы не будем немощными коллегами Со мной такого не будет Недавно я почувствовал боль в спине Но я не обратил внимания И стал вести себя так Как будто со мной все в порядке Я не буду немощным старцем Такого не будет Я верю Богу не только в жизнь длиной в 120 лет Но и в то что я стану сильным Здоровым И дееспособным Вы понимаете о чем я говорю? Бог позаботится обо мне И так мы должны верить Так же точно надо верить в то Что у вас будет достаточно финансов Чтобы проповедовать Евангелие в Бронксе В Манхэттене В Бруклине Повсюду Иисус – Господь Нью-Йорка Я не закрою свои уста Пока не увижу то что я говорю Поэтому вы должны преуспевать Чтобы помочь мне исполнить это поручение Вы должны преуспевать И однажды все вы понадобитесь нам В качестве волонтеров У вас должен быть свой бизнес Чтобы вы не говорили Пастор, я бы и рад пойти До вечера надо на работу Нет, у вас будет свой бизнес Да, пастор, я приду У меня свой бизнес И все идет хорошо Я приду Скажите своему соседу Подумайте об этом Скажите другому Провозглашайте это Филиппийцам 4.19 Я разволновался Разговорился Филиппийцам 4.19 Слава Богу Я очень рад Ваше будущее яркое А вот будущее сатаны Темное и горячее Филиппийцам 4.19 Прочтите вместе со мной Бог мой да восполнит всякую нужду вашу По богатству своему в славе Христом и Иисусом Мы уже говорили в прошлый раз В греческом тексте Слово нужда Это требование Запрос Бог мой восполнит Всякое требование ваше Всякий запрос ваш Вот это да А как он восполнит Всякий ваш запрос Сообразно обеспечению Которое у него Уже есть в славе Христос в вас Упование Чего? Значит Бог восполнит Ваши запросы Сообразно депозиту Который он уже вложил в вас О да Я говорю Бог восполнит ваши запросы Сообразно депозиту Который он уже вложил в вас Я говорю Бог восполнит ваши запросы Сообразно депозиту Который он уже вложил в вас Послушайте Но что если вы не делаете никаких запросов я уже приводил в пример с обслуживанием в магазине товары выставлены в зале но вы не берете товар а берете билет под товаром идете с этим билетом платите за товар вам дают квитанцию идете с ней в другой отдел они заполняют запрос у них есть склад вы платите вам дают квитанцию и заполняют заказ вот так и вам надо оформить заказ и сказать господь вот мой запрос или вот мой расходный ордер то есть господь я размещаю заказ на то чтобы исцеление проявилось в моем теле согласно посланию к филиппийцам 4 19 ты уже вложил в меня обеспечение я размещаю запрос заказ на то чтобы это обеспечение во мне проявилось и бог исполнит всякий ваш запрос по богатству своему славе христом иисусом который вас в чем же проблема вы не делаете запрос так и в банке без запроса вы денег не получите вы заполняете чек отдаете работнику и он исполняет ваш заказ а как по-вашему бог должен обеспечить вас вы что делаете я сижу и жду пока бог что-нибудь сделает бог говорит что ты хочешь чтобы я сделал для тебя не важно что сделаешь что-нибудь я ничего не сделаю пока ты не сделаешь запрос я уже все сделал ты просишь меня сделать то что я уже сделал я сижу на престоле и не я должен делать это за тебя у тебя есть всякое обеспечение и ты сам можешь извлечь его даже подойдя к банкомату надо сделать запрос верно после того как вы сделали запрос вы получаете деньги также и тут сделайте запрос обеспечение уже есть вас поступая так вы будете жить не только для бога но и из бога всем это понятно второе что я должен делать итак преуспевание уже есть в моем духе я уже получил его второе у меня через обетование божье есть номер счета я могу быть причастником через правильный номер счета откройте первую главу второго послания петра поговорим о номере счета второе послание петра 1 глава прочитаем второе послание петра 1 главу 3 стих как от божественной силы его даровано нам все потребное для чего жизни благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью 4 стих которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования что мы делаем с этими обетованиями дабы вы через них с отделались причастниками божеского естества что является моим номером счета драгоценные обетования божьи я предоставляю драгоценные обетования божьи как мой номер счета 3 вы должны иметь идентификацию тождество подтвержденную святым духом помните послание кримином 8 16 17 сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божий а если дети то и наследники наследники божий сонаследники же христу вот что я говорю в этой части дамы и господа никогда не забывайте свое тождество никогда не забывайте кто вы никогда не забывайте что вы рожденные свыше чада божие и сонаследник Христа Иисуса. Когда вы приходите, чтобы сделать извлечение своего Духа, вы приходите как тот, кто является сонаследником Христа Иисуса. То, что у вас совместный счет, означает, что требуются две подписи. И Иисус уже подписался под всеми обетованиями. Аллилуйя! Так что единственная подпись, необходимая для проявления обетования, ваше. А как вы ставите подпись под обетованием, веруя, соответствуя и сотрудничая? Вы подписываетесь под обетованием. Оно готовится проявиться в вашей жизни. Вам только надо знать, как извлекать его. Все эти три действия я делаю для того, чтобы извлечь преуспевание, которое уже есть в моем Духе. Что еще я делаю из соответствующих действий? Я признаю. Признаю. Послание Филимону, 6 стих. В этом послании только одна глава. Дамы и господа. Я признаю существование и реальность этого. Я признаю, это реально. Я признаю, это существует. Я признаю, это так. Обратите внимание на то, что говорит апостол. Найдите второе послание Тимофею, затем послание Титу, и затем послание Филимона. Шестой стих. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании, признании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Общение веры означает высвобождать или передавать. Что тут сказано? Дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Общение моей веры означает, что я высвобождаю и передаю свою веру. Что значит, дабы оказалось деятельным, чтобы стало работать? Я высвобождаю, передаю свою веру, о чем мы и говорили, и она начинает работать. Как моя вера начинает работать? Через признание. Я признаю, что благословение существует, что оно реально, истинно. Признаю его ценность. Враг старается изменить ситуацию. Я признаю, что у меня есть преуспевание, исцеление, высвобождение. Все это было дано мне 2000 лет назад и является реальностью в моей жизни. Апостол говорит, если будешь это делать, твоя вера начнет высвобождаться и включать все то добро, которое ты признал, и которое существует в тебе. Помните, в третьей главе притч сказано, «Во всех путях твоих познавай, признавай его, и он направит стези твои». Знаете, что будет? Когда вы станете признавать реальность этого, Дух Святой начнет говорить вам, что делать. Он начнет вам говорить, куда идти. Он начнет вести и направлять вашу жизнь, потому что вы признаете Господа. Второе — соответствующее действие. Утешаться, восхищаться Господом. Утешаться, восхищаться Господом. Это так сильно. Раньше я воспринимал это слово по-другому. Послушайте, что значит слово «восхищение». Оно означает «реагировать с ощущением счастья». Не вынужденное действие, а реакция счастья. Восхищаться, реагировать на удивительную, изумительную благость Господа. Восхищение — это реакция на великое. Реакция на великое. Псалом 36,4. «Утешайся, восхищайся Господом, и Он исполнит, даст тебе желание сердца твоего». Вот что это значит. Имейте счастливую реакцию на благость Бога, когда обстоятельства складываются неблагоприятно. Кто-то говорит, «Я верю уже три месяца, а денег так и нет». Не так надо реагировать. Не такие слова должны исходить из ваших уст. Восхищайся Господом. Деньги еще не пришли, и вы говорите, «Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу за то, что говорит Его Слово! Меня наполняет радость, потому что Бог заботится обо мне, хотя извлечение благословения еще не проявилось. Спасибо, Иисус! Что я делаю? Я радостно и счастливо реагирую на благость Божью. Найдите благость, которая уже проявляется вокруг вас. Не выдавайте негативную реакцию. Противоречащую тому, во что вы верите Богу. Радуйтесь благости Господа, которую Он проявляет к вам. Утешайся, восхищайся Господом, и Он исполнит, даст тебе желание сердца твоего. Слово «даст» не означает «даст дар», но означает «произведет изменение». Произведет изменение в вас. Произведет изменение в вас. Восхищайся Господом, и Он произведет изменение в тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова